В эфире Лицкого телевидения информационная программа события. С новостями региона вознакомят корреспонденты Лицкого телевидения и я Анна Войтулевич. Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Было жарко. За минувшие сутки лицкие спасатели дважды выезжали на тушение пожаров. Помогли определиться с выбором будущей профессии. В Лицком лице номер один состоялся традиционный профориентационный марафон «Карьера начинается с образования». Наладили сотрудничество. Лицко-Березовская Росдосав и Лицкая епархия Белорусской Православной Церкви подписали план взаимодействия на 2023 год. Национальная безопасность и ситуация в силовом блоке стали темой большого совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко. С докладами по итогам прошлого года перед главой государства выступили министры силового блока страны и доложили о ситуации на подведомственной территории. Было отмечено, криминогенная ситуация в стране контролируемая. Общее число преступлений практически не изменилось. Сократилось число убийств. На 13% меньше погибло граждан от преступных посягательств. Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, что это не повод для расслабления. Стоит активизировать работу по предупреждению преступлений, особенно мошенничеств. В прошлом году в Беларуси количество потерпевших от киберпреступников увеличилось в два раза. Почти в пять раз возросло число пенсионеров, пострадавших от телефонных мошенников. В связи с этим белорусские лидеры поинтересовался, какие меры планирует принять милиция совместно с иными государственными органами в этом направлении. Не оставил без внимания Александра Лукашенко и недавнюю нейтрализацию террористов Гродно, отметив при этом блестящую работу спецслужб. Высочайший уровень внешних угроз для Беларуси вынуждает нас обратить самое пристальное внимание на угрозы внутренние. Тем более, что это звенья одной цепи. Актуальность темы совещания отражает последние сводки. В общих чертах ситуацию вы знаете, но расслабляться, как я всегда говорю, не время. На днях буквально в Гродно был нейтрализован заброшенный к нам, я так понимаю, это подтвердилось, иностранные террористы. Спецслужбы сработали блестяще, изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшиеся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц государственных органов. За что молодцы наши ребята при такой острой ситуации, когда шло сражение прямо в ограниченном пространстве у квартиры, и когда со стороны террориста применялись гранаты и стрелковое оружие, автоматическое при том, не погиб ни один военнослужащий группы «Альфа», которые осуществляли захват этого деятеля. Значит, выводы сделаны после последней трагедии, которая случилась в Минске. Хорошая операция, хорошая работа. Как я часто говорю, таких людей, которые шли и рисковали жизнью, надо всегда видеть и поддерживать. Но то, что изъяли целый арсенал оружия, взрывчатки, предназначавшихся для громких терактов в отношении граждан, как я сказал, должностных лиц, они все задокументированы, пожелания его и планы. И, как обычно, надо проинформировать общественность о результатах этой операции и сорванных планах наших врагов. Люди должны это знать. И вы, руководители силовых ведомств, как никто понимаете, что это нам очередной сигнал. Нам необходимо быть готовыми к любым событиям. Следовательно, вопросы противодействия внешним и внутренним угрозам должны быть сегодня на особым контроле. «Беларусь интеллектуальная» – выставка, которая на прошлой неделе буквально взбудоражила всю гродненскую общественность. На четыре дня легкоатлетический манеж стадиона «Неман» в Гродно превратился в эпицентр нанотехнологий. На форуме были представлены достижения науки в сфере IT-технологий, робототехники, искусственного интеллекта, инновационного приборостроения, электротранспорта, военной науки, природопользования, экологии, фармации, агропромышленного комплекса, продовольствия. Под впечатлением от увиденного остались десятки тысяч человек, посетившие этот масштабный форум. В их числе были и лечения. «На выставке были представлены все научные достижения, которые были разработаны нашими белорусскими учеными. Это и была в экологии сектор, сектор медицины, сектор роботостроения, приборостроения. Нас, как медработников, особенно заинтересовала выставка в сектор здравоохранения. Мы увидели самые последние разработки препараты, вакцины, медицинскую технику. После просмотра данной выставки можно с уверенностью сказать, что наша белорусская наука не стоит на месте, всегда разрабатывается что-то новое и интересное. Также нас приятно удивило количество посетителей. Мы заметили абсолютно все слои нашего общества. Это были и школьники, и подростки, и взрослые люди. Также хочется отметить, что посещение данной выставки является абсолютно доступной, она является бесплатной, что также радует нас». «Выставка «Белорусская интеллектуальная» понравилась мне тем, что было представлено большое количество проектов абсолютно в разных темах. От сельскохозяйственной до биотехнологии. «Это доказывает тот факт, что Беларусь развивается и в будущем станет только лучше». «Мне больше всего понравились электрокары, которые были представлены, потому что все-таки душа больше лежит, скажем так. Также военные дроны, которые помогут охранять нашу границу более тщательно и меньшими людскими ресурсами». «Конечно, было интересно. На выставке можно было увидеть очень много достижений отечественной науки, разработки и продукцию предприятий, организаций различных сфер. Эти разработки можно было не только увидеть их, можно было о них услышать, о реализации, увидеть их в действии, даже потрогать руками. Я как садовод-любитель тоже мне было интересно. Я приобрел регулятор роста, то есть это разработку Института биорганической химии, и уже в этом сезоне буду применять его в действии, так сказать. «Конечно, увиденное вызывает у меня гордость. Я получил какой-то заряд энергии, который, соответственно, подталкивает к поиску каких-то новых решений уже при выполнении своих служебных обязанностей». «Больше всего мне, как будущему биотехнологу, запомнился стены, где была именно биотехнология. Там стоял генномодифицированный хлеб, генномодифицированные вот эти препараты, и было интересно и послушать, что нам там расскажут, и про работу, и про сами изобретения. Было интересно вынести для себя что-то новое, чем я в будущем буду заниматься, после того, как я отучусь. Также было интересно посмотреть на всякие военные техники, так как я, собственно, и военно-патриотический класс. Всякие дроны, вертолеты – это тоже было довольно интересно, нам все объяснили, рассказали». «Каждый может найти и по интересам, наверное, каждое направление. Я видел много интересных вещей, но, конечно, больше обращал внимание на свою специфику. Кабельная продукция была, там электрооборудование, автоматика, которое представлено было на разных стендах. Ну, а также был впечатлен техникой сельскохозяйственной. Там вообще были аппараты, которые даже не предполагают участия человека, роботы, которые, наверное, в дальнейшем и будут обрабатывать наши земли. Вообще было очень интересно. А вообще был поражен тем, что много было беспилотных летательных аппаратов. Вот военная такая, и более того, они еще, наверное, так делали рекламу не только своей продукции, но и вообще направление военное такое. Вот поэтому много молодежи возле них было, так сказать, изучали различные направления, видение дальнейшего развития данной аппаратуры, электромобили. Вот вообще всего очень много было интересного. Даже, скажем так, элементы художественные. Там были картины с камня сделанные. Очень сильно заинтересовало. Эстетический такой вид интересный. Скажем, рамки все. То есть и дальше фармацевтика, интеллектуальное направление. Каждый мог найти, наверное, себя по интересам. Я такой выставки, честно говоря, не помню в Беларуси. Мне понравилась выставка в Гродно, Беларуси интеллектуально, и нравится тот факт, что именно наши соотечественники делают новые открытия в сфере науки, такие как биотехнологии и биоинженерия. И больше всего понравился протез для сердца искусственный и протезы для суставов, так как являюсь учащимся химико-биологического профиля и интересует данная сфера. На выставке было представлено очень много экспонатов как военной промышленности, так и просто промышленности, которые используются для работы на предприятиях. Мы просмотрели много экспонатов, начиная от электроскутеров, самокатов, машин, дронов до управляющими станками, которые помогают управлять деревоперерабатывающей промышленностью. Также были представлены 3D-принтеры, наш белорусский ноутбук и много чего интересного. Действительно, наша страна развивается, очень много делает технологий, которые в будущем пригодятся во всех отраслях. Сообщения о пожарах из оперативных сводок, к сожалению, не исчезают и продолжают пополняться происшествиями, связанными с неосторожным обращением с огнем, нарушением правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Неспокойными для лицких спасателей выдались и минувшие сутки. 20 марта на Литчине произошло два пожара. В обоих случаях в огне оказались жилые дома. К счастью, никто из людей в них не пострадал. 20 марта около пяти часов утра литским спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Брендинята. Местный житель рассказал диспетчеру, что горит кровлестроение. По указанному адресу немедленно направились пожарные расчеты и службы взаимодействия. Когда бойцы МЧС прибыли к месту, из-под кровлестроения выбивался дым и пламя. Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждены перекрытия, имущество в доме, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Вероятнее всего, к возгоранию привело короткое замыкание электропроводки водонагревателя. Не прошло и более трех часов, как нашим спасателям поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Семашка. Мужчина сообщил спасателям, что деревянное строение было полностью уничтожено огнем. Прибывшие огнеборцы обнаружили догорающие остатки деревянной постройки. Бойцы МЧС пролили водой строительной конструкции для предупреждения возобновления горения. Как позже рассказал хозяин, ночью он почувствовал запах дыма, вышел из дома и пошел спать в сарай. Проснувшись утром, обнаружил догорающее жилище и сообщил о случившемся спасателе. Вероятнее всего, к огненному происшествию привело неосторожное обращение с огнем при курении. И помните, чем раньше вы сообщите спасателям о пожаре, тем больше шансов спасти людей и их имущество. К другим темам. В Лицском лицее номер один состоялся традиционный профориентационный марафон «Карьера начинается с образования». Он проводился для учащихся 10-11 классов лицея номер один для того, чтобы помочь старшеклассникам определиться с выбором будущей профессии. На мероприятие пригласили представителей лучших вузов нашей страны. Каким был формат встречи, расскажет Анжелика Зверко. Профориентационный марафон «Карьера начинается с образования» проводился в Лицском лицее номер один уже в седьмой раз. На встречу со старшеклассниками и их родителями приехали представители восьми белорусских вузов. Подобное мероприятие позволяет будущим абитуриентам получить полную информацию о поступлении в высшее учебное заведение и сделать свой профессиональный выбор. «Одними из наиболее обсуждаемых и важных вопросов в нашей стране в последнее время являются вопросы, связанные с нововведениями в образовании. А для лицея это наиболее актуально, потому что мы выпускаем самое большое количество учащихся – 108 выпускников. И, конечно, для нас очень важно, чтобы наши учащиеся были конкурентоспособными, чтобы они сделали правильный профессиональный выбор. Чтобы они прошли безболезненно все этапы нововведений». Представители Гродненского государственного медицинского университета, Полесского государственного университета, Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Минского государственного лингвистического университета, Белорусского государственного экономического университета, Белорусского государственного технологического университета и Белорусского государственного медицинского университета рассказали ребятам о своих учебных заведениях, имеющихся факультетах, специальностях, правилах приема и сроках подачи документов. Многие элитские лицеисты мечтают стать врачами, поэтому встреча с преподавательским составом Гродненского государственного медицинского университета была как нельзя кстати. В УЗИ есть лечебные, педиатрические, медико-психологические и медико-диагностические факультеты. С этого года была организована и проведена внутривузовская олимпиада, поэтому на следующий год мы тоже надеемся, что она будет проходить. И на сегодняшний момент 22, уже мы считаем, студента, почти поступивших, абитуриента наши, будут зачислены в июне месяце, они прошли все испытания, все два этапа. И на сегодняшний момент, в принципе, мы их зачислили, они являются студентами нашего университета. Следующий нюанс этой приемной комиссии, компании, это то, что ребята, которые являются победителями заключительного этапа, первой, второй, третьей степени заключительного этапа Республиканской олимпиады по химии и биологии, они поступают в наш ВУЗ без вступительных испытаний. В региональные ВУЗы мы говорим про наш ВУЗ. Поэтому это тоже такая вот особенность и возможность быть зачислены в ряды нашего университета. Лидером инженерного образования в Республике Беларусь является Белорусский национальный технический университет. В его структуру входят 17 факультетов. ВУЗ готовит инженеров, экономистов, геодезистов, архитекторов. Выпускники нашего ВУЗа четко составляют техническую элиту нашей страны. Поэтому я советую всем, кто, конечно, имеет к этому стремление, кто понимает вообще и кто хочет проявить себя и хочет оказать серьезное влияние на развитие экономики нашей страны, обязательно поступают к нам. А мы со своей стороны, Белорусский национальный технический университет, обещают, что качество образования будет высоким, и распределение, и дальнейшая работа тоже хорошей. Внимание лицеистов филологического профиля привлек Минский государственный лингвистический университет. Он осуществляет подготовку по 24 иностранным языкам. Студенты ВУЗа ведут активную жизнь, занимаются спортом, вокалом и танцами. Преимуществами обучения в нашем университете является, конечно, профессиональное обучение иностранным языкам. Язык – это средство коммуникации. Коммуникация, конечно, это то, что позволяет нам общаться друг с другом, иметь большие контакты не только у нас в стране, но и за рубежом. И выпускники наших факультетов и нашего университета отлично интегрируются во всю систему нашей национальной экономики. Мы ведем подготовку не только по иностранным языкам, но параллельно мы даем еще знания определенных узких секторов в узких секторах экономики. Это внешнеэкономическая деятельность, маркетинг, менеджмент, риторика, синхронный перевод, аудиовизуальный перевод. Мы выпускаем специалистов по межкультурной коммуникации. Это специалисты в области пиара, в области международного туризма. Ну и, безусловно, это наши любимые педагоги. Представители Белорусского государственного экономического университета рассказали старшеклассникам о том, как проходит обучение в вузе и где могут работать его выпускники. На встрече особое внимание было уделено факультету коммерции и туристической индустрии. Мы готовим высококвалифицированные кадры. Наш вуз является ведущим экономическим вузом страны. У нас в университете 10 факультетов. Мы готовим по 22 различным специальностям. Помимо экономических направленностей и психологии, социологии, и факультет цифровой экономики у нас готовит, и программистов также. Ну, больше, конечно, экономический вуз экономической направленности. Факультет коммерции и туристической индустрии у нас есть, готовит и в туристическом направлении также кадров. В этом году модернизировали у нас и специальности, и профилизации, то есть все еще у нас актуализировалось, и по самым современным направлениям, самым востребованным специальностям мы подготавливаем наши кадры. Помимо этого, у нас активная жизнь у студентов, и научная, и культурно-массовые мероприятия у нас очень много. Очень много проводим международных конференций. Также наших студентов, наших активных, способных студентов, мы отправляем и на стажировку, и на обучение за рубеж. Также у нас есть магистратура с двойным дипломом, то есть можно получить диплом в двух вузах одновременно. Профориентационный марафон длился несколько часов. Будущие абитуриенты посмотрели презентации и видеоролики о представляемых факультетах, а также пообщались со студентами и преподавателями вузов. После этой встречи многие ребята окончательно определились, в какое высшее учебное заведение они будут поступать. Поступление – это очень важный период для каждого подростка, в том числе и для меня. Сегодняшний день стал очень ключевым в том плане, что я, наверное, уже определился, куда я могу поступить. Мне было очень важно выслушать преподавателей институтов. И, наверное, я только убедился в своем выборе. Я хочу поступать в Багуир на прикладную информатику. И я был рад услышать представителей данного института. И я рад, что сегодня была такая возможность. Для меня это мероприятие очень важно, потому что это наш выбор, нашей будущей профессии. Я считаю, что это очень важное мероприятие. Я решила поступать на журналистику, так как мне это нравится. С самого детства я все время смотрела телевидение и когда-то мечтала стать телеведущей. И я уже взяла целевое направление на журналистику в Гродненский государственный университет. И я надеюсь, что у меня все получится. Я вижу в качестве своей будущей профессии, наверное, факультеты именно информационно-технологических или инженерных специальностей. Так, например, скорее всего, я выберу, может быть, БНТУ или Багуир. Само по себе мероприятие очень важно. И я бы даже сказал судьбоносное, потому что именно оно может определить будущую судьбу и путь в жизни. И также, например, сам по себе очень сильно помогает личная встреча с людьми, которые обучают, преподают в университетах. Я участвовала уже второй год в таком мероприятии, как профориенкационное мероприятие. И мне оно помогло определиться с профессией, потому что в прошлом году я еще не была уверена, что я пойду именно в Гродненский университет. Сейчас я настроена поступить именно в Гродно. Учусь на химико-биологическом профиле. Не буду скрывать, это довольно сложный профиль. Но если у тебя есть желание, и ты хочешь учиться, у тебя одна цель стоит – поступить на врача. У тебя все получится, и ты со всем справишься. До вступительной кампании осталось несколько месяцев. Совсем скоро 11-классники сделают свой выбор. В свою очередь, Лицкий лицей номер один продолжит сотрудничество с белорусскими вузами и в дальнейшем будет приглашать их представителей на профориенкационное мероприятие. Лицко-Березовская Росдосав и Лицкая епархия Белорусской Православной Церкви подписали план взаимодействия на 2023 год. Он направлен на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Планируется проведение чемпионата и первенства Республики Беларусь по мотокроссу, автопробега по местам боевой славы, областных соревнований по судомодельному спорту, благотворительных акций и других мероприятий. Настоятель прихода храма в честь иконы Пресвятой Богородицы взыскания погибших протеерей Сергий Андруховец встретился с военнослужащими срочной службы, которая проходит обучение в Лицко-Березовской Росдосав. Благословил их и вручил членские билеты. 23 ноября 2022 года между организациями ДСАФ и Белорусской Православной Церковью был подписан договор взаимодействия уже на республиканском уровне. И у нас одним из пунктов договора было то, что мы на местном уровне, на своем районе должны тоже составить план на основании республиканского и в дальнейшем взаимодействовать между нашими организациями. То есть сегодня у нас на нашем мероприятии был подписан этот договор взаимодействия в этот план и уже как раз было приурочено к тому, что у нас идет выпуск военнослужащих этого года. На сегодня это все, о чем хотели вам рассказать корреспонденты Лицкого телевидения. Хорошего вечера и до встречи завтра в 19 часов на Лида ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова